СПОРТ-ФМ В рамках основного времени и, разумеется, сегодня очередная интригующая тема вам будет предоставлена, но, как всегда, представлю я нашего гостя только после того, как мы вспомним, каким образом свои вопросы вы сможете адресовать ему. Во-первых, это смс-портал 5533, слово «спорт» в начале вашего послания. Во-вторых, это наши телефонные номера 2760932, 2761932, код столицы 495. Ну и для тех, у кого под рукой интернет, отыщите нашу страницу ВКонтакте, либо же раздел основного времени и там задайте свой вопрос. Ну и, вы знаете, очень часто такое бывает, когда самые смелые люди планеты при виде микрофона могут несколько волноваться. И мне сказали, что наш гость несколько переживает сегодня, то есть, значит, на лыжах головой вниз с горы со скоростью более 200 км в час не страшно, а оказывается, в комфортной большой студии «Спорт-ФМ» иногда бывает несколько волнительно. Неоднократный призер Кубка Мира по «Спицкингу», рекордсмен России Михаил Шумилин сегодня у нас в гостях. Михаил, здравствуйте! Здравствуйте! Отчего ж такое волнение? Что происходит? Сердце почему бьется чаще? Ну, потому что лыжи — это привычная среда, привычно лететь головой вниз, а в студии очень страшно. Давайте расскажем нашим слушателям, что такое «Спицкинг». Я только посмотрел вот этот последний рекордный спуск человека, который обновил свой же мировой рекорд, как я понимаю. Сколько там, 248 сейчас км в час? На данный момент абсолютно рекорд мировой принадлежит Симоне Орегоне. Он побил свой же рекорд, и сейчас это 252,4 км в час. Друзья, вы представляете, это на двух лыжах без каких-то дополнительных... Ну да, там, конечно, шлем такой обтекаемый, потому что без него, видимо, никак. Так, и специальная гора, там, по-моему, 45 градусов, да? Около 50, да. Около 50 градусов. На этой горе, как я понимаю, да, я своими словами рассказываю, профессионалы говорят, что я правильно подготовился или нет. Есть зона спуска, разгона, старта, и зона зачетная, где, собственно, время и отмеряется, вернее, скорость, да? Да, так и есть, это называется мерная зона, мерный участок. И потом километр на торможение. Не совсем километр, ну да, в общем. Скажите, как, ну, на самом деле, эта дисциплина даже когда-то была представлена, как я понимаю, на Олимпийских играх? Да, она была представлена как демонстрационный вид в 92-м году, если я не путаю, в Обервилле. И был разыгран комплект наград, ну, как первый, то есть любой демонстрационный спорт. Были олимпийские чемпионы, олимпийская чемпионка. Все по-настоящему. Но, к сожалению, по каким-то причинам на тот момент безопасности... Дисциплина не стала распространяться дальше. Скажите, вот я посмотрел, что французский арк, он является самым успешным в плане спусков для людей, которые выбрали для себя это безумие. Почему там лучшие условия? Или это такое место мягковое, где там и только там могут... Это такое эталонное место, где могут только там проходить такие соревнования? На данный момент есть, да, всего несколько трасс в мире, а именно три ныне существующих, и две из которых при этом закрыты. Как раз по причинам, независимым от нас, это природа, то есть ледники уменьшаются. И одна из этих трасс, да, Лизарк, называется, да, во Франции, она не закрыта. А действующая трасса находится в Варсе, да, и вот где, собственно, и был обновлен нынешний мировой рекорд. Предыдущий мировой рекорд был поставлен как раз в Лизарке. Лизарк — уникальная трасса, она очень длинная. Она, насколько я помню, больше 2000 метров и имеет такой же уклон стартовый, порядка 45 градусов. За 2000 метров люди разгоняются до скорости 250 км в час. Да, если быть точным, они разгоняются меньше, чем за 1000 метров. Скажите, какая там смазка должна быть? Это же не свободное падение, это хотя бы даже, наверное, свободное падение с такой скоростью не происходит. Это чуть быстрее, чем скорость свободного падения. Мы разгоняемся, ну, в суперкатегории S1, да, разгон происходит до 200 км в час менее, чем за 6 секунд. И дальше спортсмен удерживает эту скорость, либо наращивает ее, либо... Вы знаете, мне это напомнило, когда я столкнулся с этой темой, вот эти соряные озера Бонвилля. Там, правда, автомобили набирают максимальной скорости на планете. Я так понимаю, люди максимальную скорость набирают вот в арке. Да, так и есть. Это самый быстрый безмоторный вид спорта считается на данный момент. Михаил, ваш личный рекорд, он какой? Мой личный рекорд, который был поставлен сейчас, 208,092 км в час. То есть вплоть до самых... Да, это очень важно. Дело в том, что в спецкинге существует две категории. Одна S1 называется суперкатегория, и вторая это классический скоростной спуск. То есть я выступаю в категории, которая использует обычную экипировку, которую может купить любой человек. То есть у вас супершлема нет? Нет, у меня нет ни супершлема, ни суперспособностей, ни суперпалок, ни суперлыж тоже нету. То есть человек, который летит с горы 200 км в час, он не может так вот говорить о себе. У меня нет суперспособностей. Суперсмелость как минимум у вас есть, потому что... Как вообще первый раз вы попробовали? Вы знаете, вот тут легкий такой пример. Это прыжки в воду с 10-метрового трамплина. Мы говорили... К нам в гости приходил олимпийский чемпион Захаров. Так он говорит, я до сих пор боюсь. Вот я захожу на эту 10-метровую вышку, и мне страшновато несколько. Дозвонился наш слушатель. Эмиль, приветствуем вас. День добрый, приветствую вас. Хорошего эфира. Знаете, меня такой вопрос интересует, ну, к Михаилу. Как вообще в этот спорт попадают люди, да? То есть приводят в школу, либо родители, либо из поколения в поколение, или с улицы. Как люди могут попасть? Ну, если можно, о ваших тренерах, да, кто вас воспитывал, как спортсмена, так сказать, втягивал в этот спортсмен. Эмиль, да, вам большое спасибо. Но и где в России можно этим заниматься? Вот я Илью Захарова, в пример, привел, что это всегда страшно. Как вы в первый раз это попробовали? Вообще где занимались? Ну, я стою на лыжах, в общем-то, всю жизнь. Ну, в классических, так сказать, горных лыжах. Да, там, слалом, гигант и прочие дисциплины. А впервые спецкинг я попробовал в 2011 году, когда основатель нашей команды и главный наш, собственно, рекордсмен России Николай Пимкин организовал соревнования на курорте Красное озеро под Санкт-Петербургом. И, собственно, провел первые 76-го года соревнования в России. И там мы, собственно, познакомились. То есть столько лет спустя. А почему вы вообще решили попробовать? Вас это как-то вообще не смущало? Смущало. Ну, было интересно. Они были, они такие, они такие красивые в этих комбинезонах. Ну, все это было очень интересно. Это такой новый для меня спорт. И я люблю скорость. И я люблю ездить быстро на всем. Какой русский не любит быстрой езды, сказал Михаил Шумилин. И обмотал шарф вокруг горла. И поехал вниз. Ну, а почему вы со шлемом-то не пробуете? Пробую. Вот дело в том, что я посчитал, что сначала я научусь ходить, а потом летать. И поэтому я начал с такой дисциплины, которая мне показалась более близкой к моему основному виду спорта. Михаил, сильно сказано. Время сделать небольшую паузу. Далее в нашей программе. Да, друзья, ну вот в этой части мы разобрались, что такое спицкинг. Вы можете легко отыскать видео и во всех красотах посмотреть нынешний мировой рекорд, установленный совсем недавно. А более подробно об этом мы поговорим буквально через несколько минут. 5533. Словоспорт в начале сообщения. Для ваших смс-посланий 27609-32-2761932. Код столицы 495. Звоните, будем общаться. Ну и наша страница ВКонтакте. Во всех своих составляющих полностью в вашем распоряжении. Но если вы хотите вопросы уже нам задавать, то в разделе «Основное время» либо же на титульной странице вы можете это сделать. Сегодня у нас в гостях неоднократный призер Кубка мира по спицкингу, рекордсмен России Михаил Шумилин. Михаил, кстати, мы не рассказали, где можно этим заниматься, где можно тренироваться спицкингу. Ну, в общем, на самом деле тренироваться можно везде, где есть склон, где есть люди, которые вам помогут провести тренировку безопасно, поскольку все-таки это большое... Это возможно вообще проводить? Это же какая поверхность должна быть, там должна какая-то траектория прочерчена, насколько снег пухляк или там расчерчена лыжня? Ну, в общем, да, вот в этом как раз основная проблема спицкинга в том, что для того, чтобы провести гораздо безопасно тренировку или соревнование, нужно подготовить непосредственно склон для этого. То есть он должен быть ровный, он должен иметь защитное ограждение, он должен иметь... Ну, как минимум, он должен быть подготовлен очень хорошо ратраками накануне. То есть там много сложностей. На скорости 200 км в час любой камешек размером, там, диаметром в полсантиметра, он может к неизбежному привести. Так ли это? Может, да. То есть в действительности, когда со стороны смотришь, кажется, что, да, вроде как трек такой ровный, но на этих скоростях действительно любая ямочка, любая неровность, она превращается в огромную яму. И спицкир, ну, лыжник, чувствует себя, мягко говоря, некомфортно. Есть большой трамплин, есть малый трамплин. Люди всегда с чего-то начинают. В спицкинге вообще есть с чего начинать? Да, проводятся... Ну, на данный момент проводятся и физсоревнования, проводятся этапы Кубка мира для юниоров. И существует такое соревнование, как QuickSilver Challenge. Это несколько этапов. Проходят они в основном во Франции. И это дети от шести лет. От шести лет. И они уже в шлемах таких. И вот они уже, да. И они уже гоняют по-взрослому, и у них скорости под 160 км в час. Мне казалось, что это малореально, но я это видел. Я видел цифру, что на нашей планете сейчас вот с такой скоростью чуть более трех сотен мужчин спускалось с горы и несколько десятков женщин. Совершенно верно. Если быть, ну, так скажем, более-менее точным, на данный момент в суперкатегории более 200 км в час преодолело около 370 человек, а в классической категории скоростного спуска это 17 человек всего. Вы классическая. Да, я один из... Вы в число 17 входите. Да, я на данный момент имею седьмой результат в мире за всю историю выступления в этой дисциплине. Скажите, а вот этот супершлем, он еще и супердополнительную силу дает какую-то? К сожалению, я пока не могу этого знать, потому что я одевал его всего несколько раз. Вот, к сожалению, с нами не смог приехать, со мной не смог приехать Николай Пимкин, который, собственно, и наш самый основной рекордсмен, который в S1 категории просто рвет. И мечет, который проехал в этот раз 240 км в час. S1 это как Формула-1 отмечается? Совершенно верно, да. Это примерно как Формула-1, а ДХ это как, не знаю, Формула-2. Но на самом деле это практически разные виды спорта. Грубо говоря, у нас в ДХ категории нет ничего, что помогло тебе помочь на этой скорости. А что у вас на голове? Очки-то есть хотя бы? Очки и обыкновенный шлем, совершенно обыкновенный горнолыжный шлем. При скорости 200 км в час с горы очки эти не слетают? Они очень крепко держатся. Они вплотную, наверное, прилегают. Скажите, какое должно быть защитное устройство у вас? Шлем, комбинезон? Понятно, что никто не думает о каких-то кульбитах и переворотах. Но если они происходят, то зачастую они... Мне вообще сложно представить, что на скорости 200 км в час по снегу человек может остаться живым. Вы уж извините. Как вообще это происходит? Ну, из защиты у нас есть только, в общем-то, шлем, защита спины и перчатки. Серьезная защита. Да. Больше, к сожалению, наши комбинезоны, они настолько обтекаемые. Они служат скорости, а не безопасности, к сожалению. И именно поэтому этот спорт, в общем-то, экстремальный. Мы не можем одеть защиту, потому что мы потеряем скорость. Ах, какая... Ну, в «Формуле-1» тоже не сразу пришли к тому, что надо защищать тех, кто в болидах находится. Но все же, возвращаясь к вопросу, были ли падения? Без этого же никак? Да, конечно, были. Ну, на сравнительно небольших скоростях, там, в районе 120-130 км в час. Ну, да, действительно. Что там за скорость 120 км в час? А после того, как человек теряет равновесие, а это, наверное, на такой-то скорости с таким потоком ветра несложно ощутить себя в невесомости, что происходит дальше? Вы падали? Я падал вот как раз на такой самой скорости. Ребята падали и на 240, и на 250 км в час. И... И по-разному. Ну, в основном они просто после падения летят до препятствия. Как правило, это защитные сетки. Остановиться невозможно. В прямом смысле невозможно. Нет ничего, что может помочь тебе остановиться, поскольку склон... А костюм тоже смазан чем-то? В том-то и дело, что как раз комбинезоны, они предназначены для того, чтобы скользить, чтобы иметь минимальное трение к воздуху. Соответственно, горнолыжный склон — это как масло. И фактически, пока спортсмен не прилетит в препятствие, ничто ему не поможет остановиться. А как надо в такие моменты группироваться? Опять же таки, что с лыжами? Они выстреливают сразу же? Если повезло, то да. Если повезло. Очень интересная сносочка. Так, ну, есть ли какая-то техника по падениям? Говорят ли вам... Ну, я так понимаю, вот вы сейчас буквально такой стартовый инструктаж для человека, который только-только пришел и попробовать спецкинг провели. Есть ли какие-то способы группирования? Ну, в принципе, новых людей в спецкинге, кроме как уже более-менее опытных горнолыжников, грубо говоря, нет. То есть это некое продолжение. Поэтому, в принципе, нас всех учили с детства, да, как вести себя при падении. Вообще вести себя стоит естественно. То есть, на самом деле, любые попытки избежать падения, любые попытки сохранить равновесие, когда оно уже потеряно, приводят к еще большим травмам. То есть, грубо говоря, вы должны упасть. Начал терять, ну все, наслаждайся полетом. Начал падать, падай. Да, падай и старайся не разбрасывать конечности по склону. Потрясающе смелый человек сегодня у нас в гостях. Михаил Шумилин. Мировой рекорд был совсем недавно установлен во Франции. Его поставил Симон Оренье, да? Симон Орегоне. Орегоне, да, из Италии. И, собственно, он скатился с горы со скоростью 252 км в час, еще и 454 тысячные. Наш гость сегодня в студии выступает в несколько другой дисциплине. Да, мы уже выяснили, что есть, скажем так, Формула-1. Когда дополнительные шлемы, и это единственное различие, я правильно понимаю? Нет, различий, если бы точно, различий четыре. Ох ты, какие же они? Значит, категория С-1 использует специальные скоростные лыжи, которые имеют длину 2 метра 38 сантиметров, имеют другую ширину, другой вес. То есть это специальные лыжи, которые называются спид, которые предназначены только для того, чтобы побить на них. А вы на каких спускаетесь? А мы спускаемся на классических лыжах для скоростного спуска длиной 2,15, которые продаются в любом магазине, и на них выступают спортсмены в классическом даунхиле. Как все с одной стороны просто, а с другой стороны максимально экстремально. Давайте сделаем еще одну паузу, надо как-то пережить это, перевести дух. Далее в нашей программе. У нас в гостях Михаил Шумилин, неоднократный призер Кубка мира по спицкингу, рекордсмен России. Но вот пока он рассказывает скорее о том, что происходило во Франции, нежели о том, как это в первый раз для него происходило. И, собственно, в следующей части мы обязательно выясним, какие слова он сказал после первого спуска. Но вот лифт разгоняется до скорости почти 80 км в час. А наш герой умудрился недавно разогнаться до скорости более 200 км в час, если быть точным. А эти парни любят точные цифры. 208 и 92 тысячные. Вот такую скорость показал прибор для ее замерения. Что, гаишные какие-то? Соколы или как там они, ястребы называются? Нет, там используются те же самые системы хронометража, которые используются на классических горнолыжных дисциплинах, просто их две. На всякий случай. Да, на всякий случай. На самом деле это выглядит примерно так, вот в двух словах буквально о том, как это вообще происходит и чем отличается Формула 1 от Формулы 2, две нашей категории. Значит, трек разделен условно на три зоны. Первая зона – зона старта, и, соответственно, она же зона разгона. Вторая зона – это мерная зона, и третья зона – это зона торможения. Насколько я знаю, вы без палок все это делаете. Нет, мы делаем с палками, к сожалению, или к счастью. Дело в том, что без палок невозможно стартовать на таком уклоне, потому что мы подпрыгиваем для того, чтобы на уклоне более 50 градусов провернуть лыжи. Это как первая ступень, палки отваливаются или как? Нет, палки остаются с нами, они помогают балансировать при торможении, потому что они помогают, без них очень тяжело. Значит, вот эти три условные зоны разделены, соответственно, от каждого трека зависит, собственно, длина первого участка и второго. Средний участок мерный, он всегда одинаковый, и он 100 метров погонных. То есть, грубо говоря, спортсмен вошел в зону мерную и вышел из зоны мерной. За сколько времени он это сделал? Строго отмеренный участок, вымеряется средняя скорость. То есть, на самом деле, мы разгоняемся на большую скорость, поскольку, если мерить гаишным радаром, как вы предложили хорошее предложение, кстати, пиковая скорость будет сильно выше. То есть, поскольку мерный участок располагается, как правило, на выполаживании, то есть уже на более плоской части, спортсмен теряет там скорость, и теряет ее значительно. То есть, перед входом скорость сильно выше. Если вы уже соберетесь приборы гаишников использовать, то пусть не российского производства, а то там всегда показывают скорость на 10 километров больше. Ну, в нашем случае это было бы отлично. Но не совсем честно, согласитесь, не каждому обязательно используются вот такие вот вариации. Я еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях неоднократный призер Кубка мира по спицкингу, рекордсмен России Михаил Шумилин. Это основное время, и вы можете задавать свои вопросы, 5-5-3-3, слово спорт в начале сообщения. Михаил, вот вы рассказывали о разновидностях, и мы никак не можем выяснить эти тонкие детали, их четыре. Да, основные отличия, значит, коротко. В категории супер, да, S1, используются специальные лыжи, специальный комбинезон, специальные спойлеры, так называемые. И специальные люди, которые это все делают. И специальный шлем, да, соответственно, все это заточено непосредственно для того, чтобы разогнаться максимально. То есть их шлем, супершлем, который вы уже видели, комбинезон исключительно красный, потому что по какой-то радиофизике считается, что красный цвет самый быстрый. Это интересно. Он резиновый, то есть он абсолютно нулевое трение имеет к снегу, то есть, грубо говоря, это как сыр в масле, да, то есть... До утра, можно так сказать. Да, и, соответственно, он имеет лучшее, наилучшее трение, минимальное, так сказать, трение о воздух. Спойлеры, это специальные ускорители, так скажем, которые помогают спортсмену. А есть утяжелители? Утяжелители запрещены. Да, Михаил очень долго думал, а потом все же решил в честном русле продолжать наш эфир и сказал, что запрещены утяжелители. Мы, опять же-таки, не все выяснили, но у нас есть звонок, и мы сейчас поздороваемся с Константином. Здравствуйте. Константин, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Миша, здравствуй, Костя, сам Петербург. О, привет. Как ты держишься? Да, классно выглядишь, хорошая футболка. Слушай, хотел попросить тебя, расскажи, пожалуйста, большую аудиторию Спорт.ФМ о том, какие ощущения испытывает гонщик, проходя, вот, разгоняясь, проходя нервную зону. С чем это можно сравнить вообще в жизни? И можно ли? На что это похоже? Спасибо. А ведь, Константин, вы повторяете мой вопрос, с которого начинался эфир, пока Михаил уходит от него. Ну, может быть, как десерт, он потом ответ нам приготовил. И, кстати, те вопросы, которые на СМС приходят, мы обязательно их озвучим в эфире. Но, опять же-таки, кстати, вот такая интересная шутка. Вы знаете, что дедушка Михаил выступал на Формуле-3. Сейчас имеется в виду... Это правда. Формула-3 автомобильная? Да. Или у вас еще есть Формула-3? Нет, это правда, да. Мой дедушка выступал на Формуле. То есть у вас это потомственно, скажем так, передается. Только, ну, вы знаете, та Формула-3, наверное, которая была, она примерно, как и ваш спецкинг, тоже много общего есть, тоже ощущение свободного полета. Давайте вернемся. Так, разница между Формулой-1 и Формулой-2 для спецкинга. Ну вот, как я уже сказал, да, это специальная экипировка. И против этого, грубо говоря, Формуле-2 просто обыкновенная классическая экипировка для скоростного спуска. Желтый комбинезон подходит, не только красный. Который будет, нет, существуют определенные нормы, физ-нормы, да, физ- это Федерация Горнолыжная Мировая, которой мы подчиняемся, соответственно, определенным физ-нормам по экипировке. В данном случае используется экипировка, которая амалгирована, ну, то есть сертифицирована для участия в скоростном спуске, классическом скоростном спуске, много этапов, которые проводят. То есть мы используем те же самые комбинезоны, те же самые лыжи, обыкновенные шлемы, обыкновенные очки. Ничем не отличаемся от любого горнолыжника, выступающего в обычной дисциплине. А насколько те же самые ощущения? Первые слова человека, спустившегося со скоростью 200 километров в час с горы в 2 километра. Ну, вы из меня вот вытаскиваете, да страшно это, конечно. Ну, то есть дело в том, что очень страшно, ну, выходить на старт страшно, да, то есть на самом деле основная проблема, ну, в том, чтобы не испугаться, действительно. То есть концентрироваться, стараться бросать эти мысли про всякие нехорошие события. Вы напиваете себе, чему я не сокел, чему не летаю, что вы там себе произносите? Это у каждого свое, и, я думаю, в эфире это точно нельзя говорить. Но мы можем в общих чертах догадаться о том, о чем там у вас в голове. Мысли мимолетно пробегают также со скоростью 200 километров в час. Кстати, спрашивают о ваших секретах подготовки, есть ли они? Ну, да, конечно, в моем случае секрет подготовки это мотоцикл. Ага, там тоже 200 километров в час? Там сильно быстрее, и это как раз подготовит, помогает. И вы потом на посту 50 сядете, слушайте, ну товарищ, старлей, ну я ж тех, я ж спортсмен. Давайте ответим на телефонный звонок Евгений. Добрый день, уважаемый Артур Шерст и ваш гость, по-моему, Игорь Шумилин. Михаил Шумилин в гостях, да. Расскажите об очередном увлечении. Входит ли это ваше увлечение как вид спорта в спортивную классификацию? И второй вопрос. Каков травматизм реально существует в жизни для ваших спортсменов? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну давайте, наверное, с травматизма начнем. Большая ли статистика? Значит, ну на самом деле спецкинг, если честно, один из самых безопасных горнолыжных видов спорта. Как ни странно, да. Дело в том, что... Один из самых страшных и безопасных. Да, ну если судить по статистике, то в принципе за всю историю, там, ну, там, многодесятилетнюю, так скажем, да, то есть травмы происходят. Ну, на самом деле, крайне редко. То есть настолько много уделяется безопасности. Но, наверное, в горнолыжном спуске больше этих самых травм. Больше, да, конечно. Дело в том, что у нас специализированный трек, у нас зоны безопасности, у нас очень хорошая медицина, все готово на случай падения спортсмена. То есть есть и сетки, есть и все, все, все для безопасности делается. Ну и отвечая на первый вопрос, я даже могу за вас это сделать. Это официальная дисциплина, которая входит под эгиду физ, туда же биатлон, горные лыжи входят. Это одна из горнолыжных дисциплин, специализированная, да, которая входит в Мировую Федерацию и проводится в Кубок Мира, Чемпионат Мира. И вы неоднократно призером становились в Кубке Мира. Как проходят соревнования? Только скорость измеряется или там несколько попыток? И самый главный вопрос, за счет чего можно ускориться при спуске? Ну, соревнования проходят, да, действительно много попыток, то есть существует квалификация, то есть как, ну, грубо говоря, во всех там автомобильных и всех остальных видах спорта. Мы выстраиваемся, грубо говоря, друг за другом и стартуем с одной и той же точки, показываем определенную скорость. В соответствии с этой скоростью мы вносим в протокол, и дальше проходят люди, которые могут участвовать дальше. Давайте мы сделаем сейчас небольшую паузу, и об этом подробнее поговорим буквально через пару минут. В течение этого часа я себя ощущаю тем самым спицкером, который шлеп, ну, может быть, без шлема, но спускается с горы. У нас очень энергично все происходит. Неоднократный призер Кубка Мира по спицкейнгу, рекордсмен России Михаил Шумилин у нас в гостях. Михаил, остановились мы на том, что спортсменов хватает, которые выбрали для себя спицкейн. Кстати, это какие-то смежные дисциплины, вот вы только этим занимаетесь, или есть еще какие-то пристрастия? Ну, конкретно в обычном горнолыжном спорте, да, но уже на уровне ветеранов мы, конечно, там занимаемся и слаломом, и гигантом. Даем жара. Да, даем, да, себе, ну, чтобы поддерживать, так сказать, форму горнолыжную. Кстати, насчет ветеранского, скажем так, статуса. Я знаю, что Николай Пимкин, в общем-то, мужчина, у которого там к шестому десятку все подходит. Да, ему за 50. И он проехал на данный момент 240 километров, 240,8 десятых. Какие секреты должны быть? И опять же-таки, вот мы говорили о дополнительном весе. Ну, понятно, что если у тебя есть животик, это дополнительные 2-3 килограмма, и там скорость 10-15 километров в час. Но, с другой стороны, наверное, не имея спортивное тело, сложно управляться на такой скорости. Как здесь выбрать нужное? Ну, так и есть, да. На самом деле вес, он, конечно, важен, но не первостепенен. Почему? Потому что сопротивление воздуха увеличивается в зависимости от, соответственно, площади тела. Если у вас большой животик, то будут большие сложности. По поводу того, что помогает, вот, например, тот же самый Николай Пимкин, наш основатель нашей команды и на данный момент обладатель абсолютного рекорда России. Он профессиональный альпинист, он мастер спорта СССР, он спускался на лыжах с пика победы, по-моему, если не путаю, с пика Ленина. То есть это человек, для которого спицкинг скорее нечто более спокойное, чем то, чем он занимался раньше. Да, он, скажем так, решил на шестом десятке чуточку успокоиться. Слушайте, ну, на самом деле, очень экстремально все получается. Мы можем сколько угодно здесь рассуждать о том, что это самый безопасный вид спорта, но мы прекрасно понимаем, что цена ошибки вот здесь вот, она очень дорогого стоит. Хотя вы и описали, что в случае, если в полете мотор отказывает, то спортсмен там, как сыр в масле, просто докатывается до какого-то ограждения. Но мы-то понимаем, что, наверное, в эти минуты он говорит, мама, я клянусь, это было последний раз. Как это происходит? Да, ну, если честно... Примерно так. Да, примерно так, но не испытывает человек страха на это, потому что это все происходит мгновенно, то есть это очень быстро. Это вообще среди спицкиров это называется потерпеть аварию. Как красиво. То есть не падение, это авария, то есть это натурально со спасателями каждый раз. Спортсмен не имеет права и не должен ни в коем случае ни вставать, ни подниматься, ни шевелиться после падения. К нему подъезжает специальный человек на специальном снегоходе. Красный флаг, вертолет, желтый флаг, в общем-то нормально. Бывали и вертолет, да, то есть это очень серьезно. То есть любое падение в спицкинге потенциальная травма, то есть падать не стоит. Хороший вопрос прислали, и вот уж действительно без него не обойтись. Спортсмены перед стартом успокоительное пьют? Нет, не пьют, не должны. Что тогда пьют спортсмены? Я, вы знаете, в прошлом году прыгал с моста на резинке, и там, ну, сантиметров, сантиметров, где-то метров 15 было, и мне так страшно было, Аски. Что вы думаете, когда вы смотрите лыжи, две штуки, палки, две штуки, голова одна, и смотришь, в общем-то, лыжня тоже одна? Ну, мы стараемся гнать от себя плохие мысли, и концентрироваться, прицеливаться, потому что, по сути, мы едем вслепую, то есть мы видим только момент старта, и в момент старта мы видим финиш, весь трек. Дальше на такой скорости зрение фактически отказывает, превращается в трубу, то есть есть такое понятие, как туннельное зрение, то есть, грубо говоря, все объекты сливаются, и мы видим только боковым зрением. Михаил, самый смелый человек, наверное, в нашей студии, это вы. Я просто поражаюсь. Вот такой вопрос от Насти из Москвы. Добрый день, спасибо за интересный эфир. Скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы другими экстремальными видами спорта? Ну, например, прыгали ли вы с парашютом? Ну, рядом, вот сейчас с тем, о чем мы говорим, парашют — это, ну, какая-то такая легкая шалость. Не знаю, с парашютом не довелось прыгнуть, потому что, ну, как-то не было возможности. Начинаем размениваться. Да, я занимаюсь шицельно-кольцевыми мото-гонками, то есть я гоняю на мотоцикле, участвую в чемпионате России. Это многое объясняет, Михаил. Я говорил, я люблю быстро ездить. Да, ну и все же мы несколько раз пытались узнать, много ли людей, так же, как и вы, выбрали для себя спицкинг. Какое количество спортсменов приезжает на Кубки Мира, на этапы? На этапы Кубка Мира приезжает до 100 спортсменов на каждый этап, это во всех категориях, участвуют и мужчины, и женщины, и юниоры. Но, как правило, в каждой дисциплине, то есть во взрослом, скажем, С1, во взрослом СДХ, это до 30 спортсменов в каждой дисциплине. И, в общем-то, есть малый хрустальный глобус, большой хрустальный глобус. К сожалению, большого хрустального глобуса нет, поскольку большой хрустальный глобус объединяет множество классических дисциплин. Да, у нас есть малый хрустальный глобус, настоящий, вот, он вручается в категории С1 по результатам сезона, в сезоне больше 10 этапов. Это и за океаном есть этап, то есть это Франция, это Швеция, это Канада. Как наша федерация горнолыжного спорта справляется ли с спидскиингом? Ведь, мне кажется, очень сложно найти место для тренировок. Или есть у нас, вот, для спидскиеров места специальные? Есть ребята-энтузиасты на Урале, которые проводят постоянно соревнования, которые называются «Скорость ветра». На самом деле, федерация наша молодая очень, да, фактически мы вот сейчас на, так скажем, пороге, да, ее продвижения. Это при всем при том, что этот вид спорта уже давным-давно демонстрировался на Олимпийских играх. Я знаю, что даже в 1930 году в Санкт-Морице уже это присутствовало. Да, проводились соревнования. То есть, ну да, на самом деле, вот мы делаем первые шаги фактически, то есть открываем для России большой спорт в таком виде. И мы делаем, мы стараемся продвинуть его. Мы получили сертификаты физ от физделегата на две трассы в городе Кировск. Ну, очень надеемся, что в ближайшие годы мы проведем там соревнования и обязательно получим там право проводить этап Кубка Мира. Но вот мне кажется, что это из тех видов спорта, у которых есть перспективы. Кстати, как в плане Олимпийских перспектив? Ну, поскольку Олимпийские игры проходят раз в четыре года, да, перспективы, конечно, есть. Мы надеемся, что вот через один цикл сейчас следующие Олимпийские игры — это Корея. А следующие Олимпийские игры потенциально — это может быть Испания, Италия или Франция. И если Франция выиграет... То шансы есть. Шансы есть. Есть очень большие фанаты французы, которые делают очень много для нашего спорта. Они как хозяева, в принципе, могут настоять на таком выборе. Да, это был сумасшедший эфир, друзья. И он, к сожалению, оказался очень скоростным. Да, действительно, не все успели мы узнать, но мы успеем сделать главное. Я не сомневаюсь, что вам есть к кому обратиться, Михаил. Да, я очень хотел передать привет всем, кто смотрит на меня сейчас. Мне здесь очень страшно по-прежнему, хотя я здесь уже почти целый час. Я передаю привет семье, жене, маме, ну, всему, в общем, всей общественности, так сказать, которая меня знает, всему горнолыжному сообществу Санкт-Петербурга, которое представлено в основном на нашем горнолыжном форуме с КИСПБРУ. Вот сейчас в основном оттуда меня смотрят, и поэтому я всем передаю привет. Но слышал о вас гораздо больше людей, Михаил. И всем зрителям я передаю привет. Спасибо, конечно, большое, что смотрели, задавали вопросы. Очень хотелось бы рассказать больше, но... К сожалению. К сожалению, я не могу. Это спид-эфиринг, да, мы так это называем. Вам большое спасибо. В гостях у нас был Михаил Шумилин, неоднократный призер Кубка мира по спид-скинингу, рекордсмен России. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...